Приветствую вас и давайте сначала разделим ваш вопрос на две части. Первое, это одиночество, которое у вас внутри. И второе, это ваше стремление и желание делать добро. Что есть одиночество? Одиночество, это достаточно многогранный статус человека, но всегда везде, это некое вынужденное социальное положение, при котором человек, имея потребность, испытывая потребность, общаться с другими людьми и находиться с ними в контакте, эту потребность реализовать не может. То есть вы хотите общаться с людьми, но не можете этого сделать. На пути вашего желания есть блоки, есть препятствия. Очень важно понять, какие это препятствия, что не дает вам реализовывать свою потребность в общении с людьми. Вы пишете, что ни для кого незначимо. Значит, имеет место проблемы с самооценкой, самомнение, может быть даже комплексы, неуверенностью в себе и так далее. Что в этой ситуации можно сделать? Ну, во-первых, начиная из детства, проработать детско-родительские отношения. Именно через отношения с родителями, которые априори прививают при против равных условиях ребенку чувство безусловной любви. То есть именно родители дают ребенку уверенность в том, что он любим и ценен безусловно. Что ему не нужно что-то делать, ему не нужно что-то доказывать, чтобы быть любимым, чтобы быть востребованным, чтобы быть там нужным и так далее. Если у вас это происходит, значит, родители вам что-то не дадали. Нужно понять, что и почему. Не хотелось бы вам приводить какие-то конкретные примеры, потому что это могло бы повредить, повлиять на ваше восприятие, может быть даже вызвать защитную реакцию. Но, тем не менее, думаю, что бы лучше вы поняли, о чем мне пречь, а без одного этого примера не обойтись. Вот, предположим, родители ругают вас, и вы думаете, что они делают это, потому что вы плохая, потому что вы ничего не можете, потому что вы не на что не способны, ничего не значите и ничего не стоите. Именно так понимает ребенок отношения родителей. Почему? Потому что ребенок эгоцентрист. Он все абсолютно воспринимает через контекст себя самого. Но будучи взрослым, сейчас, вам нужно отойти от этого понимания. И для себя выяснить, определить такие моменты, родители, что родители вели себя с вами так, потому, что у них у самих есть определенные проблемы. И именно свои проблемы, свои обстоятельства родители проектируют на вас. Это первый важный момент. Второе, и не менее важно, заключается в том, что вы пишете про добро. То есть, вот, вы делали много добра. Но не говорит вопрос, для чего вы его делали. Это самое добро. Вы хотели что-то получить взамен? Вы хотели как-то привлечь внимание людей? Для чего? Вот это ключевой момент в этом аспекте. Какая у вас была мотивация для того, чтобы делать добро. Следующий важный аспект. Это аспект одиночества. Почему вы не можете быть наедине с собой? Почему вы не можете находиться наедине с собой, что вам мешает, чего вы боитесь? А самое главное, это что вам дает общение с другими людьми? Ответы на эти вопросы помогут вам более четко понимать истоки вашей проблемы и, соответственно, обозначить варианты ее решения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращаюсь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.